МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации и телеканал Архив 24 в студии Азарит Аркенов. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших респондентов. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятница, выходной. Глава Карачао-Черкесии подписал указ о нерабочем праздничном дне 6 сентября в честь Дня Республики. Чтобы не было никаких осложнений, я призываю сделать прививку. Иммунизация на старте. Сегодня Роспотребнадзор объявил об официальном начале всероссийской прививочной кампании против гриппа. Человек имеет право выбора. Я покупаю дешевые, доступные для меня, или я покупаю полезные. Молоко направо, продукты заменителя молочного жира налево. Сотрудники Роспотребнадзора прошли с инспекцией по продовольственным магазинам. В честь Дня Республики и ее столицы глава Карачао-Черкесии подписал указ о нерабочем праздничном дне 6 сентября. В соответствии с указом 6, 7 и 8 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Карачао-Черкесии и Республиканской столицы. Согласно документу, органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности, предоставлено право организовать работу 6 сентября с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 6 сентября компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Старт иммунизации дан. Сегодня Роспотребнадзор объявил об официальном начале Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Этой осенью в Карачао-Черкесии планируется привить от гриппа почти 190 тысяч человек, что составит 45% от всего населения региона. А в настоящее время в республику уже поступили первые партии вакцины Савигрип. Что такое иммунизация и почему так важно вовремя сделать прививку, расскажет наш корреспондент. Этот день в Управлении Республиканского Роспотребнадзора начался не совсем обычно. Вместо привычных рабочих дел сотрудники приступили к медицинским процедурам. Точнее к вакцинации. Делать прививки от гриппа всем коллективам здесь уже добрая традиция. Аслан Дамалаев по своему опыту знает, что вовремя сделанная прививка поможет ему прожить осень и зиму без гриппа и ОРВИ. Мы ежегодно проходим в этом зале прививки. Нам делают, мы не болеем. Поэтому, чтобы не было никаких осложнений, я призываю сделать прививку. Прививка против гриппа – основной и самый эффективный способ профилактики этого серьезного недуга. Вакцина Савигрип, которая поступает в наш регион, уже прошла исследование на эффективность и безопасность. А главное – способность сформировать в нашем организме высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые, предположительно, будут циркулировать на территории России в предстоящий эпидемический сезон. Бытует мнение у населения, что вот я привился в вакцинах гриппа, но я все равно заболел. Это не так. Заболеть можно, но заболеть, естественно, можно не вирусом гриппа, а какой-нибудь респираторной инфекцией. И даже если вы заболеете, у нас в прошлом году было, по-моему, 9 случаев среди заболевших, которые были привиты против гриппа. Но все эти случаи протекали в средней степени, то есть нетяжелой формы, не было осложнений. Поэтому я все-таки рекомендую населению задуматься о пользе и необходимости этой вакцинации, чтобы сохранить и здоровье, и жизни своих близких и родственников. В первую очередь вакцинации подлежат дети 6-месячного возраста, школьники, а также студенты. Работники медицинских и образовательных организаций, лица старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Период с сентября по ноябрь лучше всего подходит для введения вакцины. Делать это следует заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до того, как коварный вирус пойдет в атаку. Во-первых, нужно прививаться абсолютно здоровым. То есть, если человек простудился, нужно отложить эту прививку на некоторое время, когда организм выздоровеет и будет способен уже принять вакцинацию. Во-вторых, вакцинировать или нет, решает врач. То есть, обязательно делается и осмотр, и измерение температуры, и еще какие-то моменты учитываются. Может быть, у человека аллергические реакции есть. То есть, если врач решил, что вакцинацию можно делать, то можно смело идти и вакцинироваться. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических организаций Карачаева-Черкесии. И сделать эту прививку можно абсолютно бесплатно. Любой гражданин России, находящийся в день голосования не по месту жительства, имеет право голосовать там, где он находится. Для этого гражданину требуется лично явиться с паспортом на ближайший участок территориальной избирательной комиссии и написать заявление. Напомню, что 8 сентября в Карачаевой-Черкесии пройдут выборы в народное собрание. В этот день в республике откроются 250 избирательных участков, на которых и решится судьба депутатских мандатов. Прием заявлений на голосование не по месту проживания, а по прописке, по 4 сентября проходил в территориальных избирательных комиссиях. А с завтрашнего дня будет осуществляться в участковых избирательных комиссиях. После подачи этого заявления избиратель исключается из списка голосующих по месту проживания и включается в список на участки по месту пребывания. К слову, такое заявление можно подать еще дистанционно через интернет-портал госуслуги, если у избирателя имеется учетная запись на этом портале. У нас сейчас проходит период отпусков. По времени периода отпусков люди ездят к родственникам, ездят отдыхать, и поэтому им удобно голосовать по месту нахождения. Если у нас, например, члены участковых комиссий, день выборов работают в одном населенном пункте, а прописано в другом, и они оформляют заявление по месту нахождения у себя же на участке и голосуют у себя на участке. Это намного упрощает работу избирательным комиссиям. Припарковаться теперь не проблема. В Черкесске в рамках НАСПроекта «Безопасные качественные дороги» обустраивают новые парковки и расширяют уже существующие парковочные карманы. Это поможет разгрузить улицы республиканской столицы и облегчить подъезд к наиболее посещаемым городским объектам. Напомним, что «Безопасные качественные дороги» — это многолетний НАСПроект, целью которого является приведение технического состояния российских дорог в нормативное состояние. Насколько удобным станет проезд в центре Черкеска, расскажет наш корреспондент. Еще несколько месяцев назад водители представить не могли, что поставить свой автомобиль на этом участке не будет проблемой. Ранняя парковка в районе остановки музея была стихийной, а причина проста — элементарная нехватка мест. И так практически во всех районах Черкеска. Но уже в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ситуация в корне изменилась. Стараемся учитывать возможность расширения парковок существующих, обустройства новых. К сожалению, места уже не так много, но пытаемся изыскивать по чуть-чуть, где это можно добавлять, где возможно делать новые. Количество парковочных мест по городу у нас от существующих прибавилось порядка где-то, наверное, 80. Фрезерование дорожного полотна, замена асфальта и нанесение новой дорожной разметки. Таким образом, только на этом участке улицы Ленина создана новая парковка, а еще одна уже существующая была серьезно расширена. На ней углубили парковочные карманы, чтобы автомашины помещались в них полностью. Это и удобно, и безопасно. Также дорожники позаботились и об экологии республиканской столицы, проводя расширение карманов за счет небольших зеленых насаждений, но при этом не вырубая самих деревьев. Не забыли они и об удобстве пешеходов. Все парковки отбиваются у нас бордюрами дорожными, также бордюры опускаются на пешеходных переходах, для того, чтобы и мамам с колясками было удобно проходить, также гражданам с ограниченной возможностью, чтобы тоже не было препятствий для передвижения. Всего в текущем году запланирован ремонт 12 участков дорог черкесской городской агломерации. Это позволит к 2024 году привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог республиканской столицы. Екатерина Иванова, Назир Капушев, Архиз, 24. Вода в каждый дом. В рамках мероприятий, запланированных Министерством строительства и ЖКХ Карачао-Черкесии, до конца текущего года во многих населенных пунктах республики будут заменены ветхие инженерные сети. Новые коммуникации появятся в Ауле Псыш, по улицам Набережная и Чикатуева, в селах Спарта, по улице Кирова и Джага, в микрорайоне Римгора. А еще ремонтные работы на объектах водоснабжения затронут такие населенные пункты, как Эркен-Юрт, Кавказский, Новая Джигута, Малый Зеленчук, Хасаут-Греческая и Преградная. Всего в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в текущем году запланировано строительство почти 9 километров водопроводных сетей. Садоводческие хозяйства Карачао-Черкесии планируют в этом году собрать 10 тысяч тонн яблок, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году. А в настоящее время уборка урожая идет в хозяйствах сады Карачао-Черкесии и АПК Прельбрусья. Уборка плодов началась 13 августа. И всего за две недели собрано более 1000 тонн яблок садов общей площадью 65 гектаров. В ближайшее время к сбору урожая приступит ООО «Трам». По ее словам, во многом такой рост урожайности достигнут благодаря внедрению в хозяйствах технологии интенсивного садоводства. В целом на сегодняшний день в республике площадь, занятая яблоневыми садами, составляет 495 гектаров. При этом сбор урожая ведется не на всей этой территории, так как часть садов заложена совсем недавно и пока не дает урожая. Молоко направо, продукты заменителя молочного жира налево. Стоять в одном ряду на витрине магазина им теперь закон не велит. За нарушение штраф и не маленький. Чтобы проверить, как исполняется этот федеральный закон, сотрудники Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии прошли с инспекцией по ряду республиканских магазинов. Как это было, расскажет наш корреспондент. Ни для кого не секрет, что молоко и молочные продукты – одни из важнейших элементов питания человека, поскольку являются источником белка, кальция и других полезных веществ, так необходимых нашему организму. И вопрос, где найти действительно натуральные молочные продукты, до недавнего времени оставался очень актуальным. Ведь каждый раз покупатели посещали сомнения, не продадут ли ему продукт с заменителями молочного жира. Ну а теперь всё просто. С 1 июля текущего года, согласно постановлению правительства Российской Федерации, на прилавках магазинов натур-продукты должны стоять отдельно от своих аналогов и сопровождаться соответствующей информационной надписью. С момента, как начали разделение, то стало легче выбирать более натуральные продукты. И начинаешь уже замечать все эти мелочи, на которые раньше не обращал внимания. Айран, кефир, молоко. Натуральные продукты? Да. Мы считаем, что они нам подходят по вкусу. Да, и у нас нет претензий по качеству. Обращаю, конечно, читаю обязательно, чтобы были там сливки не сухие, чтобы натуральные были сливки, чтобы молочко было цельное. Ну, внукам беру. Разделение товаров на полках магазина должно упростить покупателям выбор. Раньше для этого нужно было прочесть на упаковке информацию о продукте, написанную мелким шрифтом. Теперь просто протянуть руку и взять нужное. Человек имеет право выбора. Я покупаю дешевые, доступные для меня, или я покупаю полезные для меня. И об этом как раз и говорит закон о защите прав потребителя, что каждый покупатель, придя в магазин, должен получить информацию о продукте, которая обеспечивает его право правильного выбора продукта. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, проведенные ими проверки показали, что не все предприятия торговли поспешили выполнить новые правила. Нарушения выявлены 90% случаев. Магазины, полностью или частично не соблюдающие букву закона, будут наказаны рублем. А есть магазины, которые могли бы послужить примером для нарушителей. Один из них работает в Усшекуте. Тут продукция размещена по всем правилам и обозначена соответствующим образом. По мнению экспертов, подобное разделение молочки на магазинных полках поможет и производителям настоящей беспримесной молочной продукции. Ведь иной раз простым фермерам тяжело конкурировать на рынке с конкурентами, которые используют дешевые растительные заменители. Аминат Байрамкулова, Роман Нагаев, Назир Капышев, Архэс 24. Смертность от туберкулеза в России имеет стойкую тенденцию к сокращению. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. Как уточняется, наилучших результатов в данном направлении добились Ненецкий автономный округ, Карачао-Черкеская республика и Рязанская область. О том, как борются с этим заболеванием в нашем регионе, наш следующий сюжет. В 2019 году смертность от туберкулеза в России снизилась почти на 12% относительно прошлогоднего уровня. Шесть случаев на 100 тысяч населения. Показатель рекордный за все постсоветское время. Всего уменьшение смертности от туберкулеза наблюдается в 71 регионе России, в том числе и в Карачао-Черкесии. Для того, чтобы были хорошие показатели по заболеваемости, по смертности, мы должны организовать раннее выявление туберкулеза. То есть, если мы на ранних стадиях выявим туберкулез, это будет не запущенный туберкулез, затрачивается на который меньшее количество финансовых средств, результаты быстрее достигаются, положительная динамика хорошая, и, естественно, цифры по смертности снижаются. К предотвращению лечения туберкулеза нужно подходить комплексно, потому что это медико-социальная проблема. Тем более, что в 90-е годы была выявлена устойчивость возбудителя этой болезни к лекарственным препаратам. Но уже в начале 2000-х в России стартует государственная программа по борьбе с туберкулезом. И тот положительный сдвиг, который сейчас наблюдается по стране, это результат кропотливой работы медиков на протяжении многих лет. В 90-е и 2000-е годы заболеваемость туберкулезом в Карачао-Черкесии, как и во всей России, была очень высокая. По стандартам, по ВОЗовским, считается так, если заболеваемость составляет 100 на 100 тысяч населения, то на данной территории эпидемия туберкулеза. Вот у нас в то время заболеваемость в общем по республике приближалась к 90. Это многолетняя кропотливая работа. На сегодняшний день она начинает давать результаты. То есть мы появляем общую лечебную сеть, выявляя туберкулез, можно сказать, на ранних стадиях. В первую очередь положительная динамика в борьбе с инфекцией связана с тем, что в Карачао-Черкесии увеличивается охват граждан профилактическими осмотрами и развивается индивидуальный подход к лечению больных. Был обновлен весь парк рентгенофлюорографической техники, новая. То есть цифровые новые флюорографы, которые могли выявлять маленькие формы туберкулеза. И каждый район был оснащен такими стандартными флюорографами. И еще на республику пять передвижных флюорографов. Что позволило выявлять на ранних этапах, то есть добирать туберкулез. В республиканском туберкулезном диспансере используются современные методы выявления диагностики болезни у детей и взрослых. Не только всем известную реакцию МОНТУ, но и усовершенствованный диагностический диоксин-тест. Старый метод был эффективен лишь в 60% случаях, новый же в 95%. Здесь у нас прекрасная лаборатория, где определяют микобактерии туберкулеза в разных биологических жидкостях на современном уровне, на уровне ДНК. То есть есть ПЦР-лаборатория, которая очень эффективна. Это американский аппарат такой, который больной сдал, допустим, мокроту сдал, и через 3 часа, если даже хоть одна микобактерия там есть, даже частичка микобактерии там есть, аппарат выдают, что да, вот там есть туберкулез, и устойчивость, есть или нет, к одному из основных противотуберкулезных препаратов. Меры борьбы с туберкулезом уже заложены в национальный проект здоровья. А ежегодный профосмотр всего населения за счет бюджетных средств позволит осуществить раннюю диагностику этого опасного недога в любом уголке страны. Ренат Ибрагимов, Далин Мирза, Архиз-24. Такими на наш взгляд были основные события дня. Напоминаем все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачева-Черкесия и на нашем канале Архиз-24. Момер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин